Привет! В эфире еженедельная информационно-познавательная программа телеканала ТНТ Онега Заграница Ньюс. Специально отобранное известие со всего света представлю вам я, Никита Власов. Смотрите, вот что вы увидите в ближайшие 12 с половиной минут. 190 лет верхом. Юбилей австралийской конной полиции. Небеспилотники. Парапланы в небе Кабула. Новый хиджаб. Мусульманкам облегчают занятия спортом. Франция. Розовое вино изучают и улучшают. Британские ученые. Соцсети опасны для здоровья подростков. Свой 190-летний юбилей отмечает конная полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Это подразделение старейшее в мире среди непрерывно работающих. От себя добавим чужую бородатую шутку про то, что глядя на глобус, непонятно, как они там в Австралии ездят на лошадях вверх тормашками. 190 лет подряд на страже порядка. Именно столько в австралийском штате Новый Южный Уэльс работает конное подразделение патрульной полиции. Самое старое в мире среди функционирующих беспрерывно. Впервые конная полиция вышла патрулировать улицы Сиднея в 1825-м. С тех пор мир разительно изменился, но офицеры на лошадях продолжают охранять покой австралийцев. Для новобранцев это работа мечты. «Работаешь с этими замечательными животными. Не укладывается в голове, что нам ещё и платят за то, что мы работаем с такими величественными созданиями». Полицейские говорят, в некоторых областях лошади просто незаменимы. «Лошади уникальны в оперативном плане. Они могут многое сделать для нас. Общественный порядок, участие в церемониях». Несмотря на всю серьёзность работы в полиции, некоторые из этих хвостатых офицеров сами порой не прочь похулиганить. «Есть у нас уникальные особи. Некоторые любят выпрыгивать из стойла и сбегать. Бегут прямо на пляж. Ещё некоторые умудряются открыть три защёлки и бегут вниз по аллее, поедая по дороге у кого-нибудь какую-нибудь еду». По случаю 190-летнего юбилея, сегодня в полицейской конюшне день открытых дверей. «Им нужно арестовывать людей. Мне нравится смотреть на лошадей и их кормить». Это подразделение конной полиции появилось раньше, чем подобное в Великобритании и Канаде. В одно время в нём работало 900 лошадей. Сегодня лишь 30, но в наши дни этого достаточно. В Кабуле с его холмами и сильными ветрами набирает популярность парапланеризм. Причём полетать под куполом нравится не только мужчинам, но и женщинам. Как при этом они в небе разлетаются с миротворческими беспилотниками, нам не до конца понятно. И вообще, воображение рисует фантастические картины. А что если парапланеризм станет популярным и среди противников нынешней афганской власти? Закия Мохаммади ожидает попутного ветра на холме на окраине Кабула. И вот параплан поднимает её в воздух. Эта девушка – одна из первых в Афганистане осваивает парапланерный спорт. И поклонников этого увлечения становится всё больше. «Я впервые летала с парапланом, и я в восторге. Когда я поднялась в небо, почувствовала себя птицей, которую только что выпустили из клетки». Но для того, чтобы летать, этой девушке приходится преодолевать немало преград. Афганистан – консервативная исламская страна. Женщины здесь только недавно получили доступ к образованию, спорту и работе. Особенно тяжёлая ситуация была во время правления Талибана в 90-е годы прошлого столетия. Сегодня страна становится более открытой, но женщина с парапланом пока здесь в диковинку. «Когда женщины это видят, то не верят, что их соотечественницы на такое способны. Это нехорошая ситуация. Нам грозит опасность. Но я смелая, я могу это делать, и я хочу это делать». Чтобы добраться до места спусков, нужны внедорожники. Кроме того, женщин нужно охранять от возможных атак со стороны местного населения, которое не всегда поддерживает их увлечение. В опасности могут оказаться и иностранцы. «Когда я впервые летал с парапланом в Кабуле, то, приземлившись, увидел детей. Они собрались, поскольку думали, что я иностранец. Они обсуждали, как меня ограбить, и начали бросать в меня камни. Но когда я с ними заговорил, то они поняли, что я афганец. Они тут же меня поприветствовали». Впрочем, не только предубеждения мешают парапланерному спорту в Афганистане развиваться. Это увлечение достаточно дорогое. Оборудование для полетов стоит в среднем 5000 долларов, а месяц занятий с инструктором – около 500 долларов. Чемпионка по тайскому боксу из Лондона разработала новую модель хиджаба для занятий спортом. Он позволит девушкам-мусульманкам не отказываться от физических тренировок, даже если рядом находятся юноши. О разработках специальной спортивной одежды для мужчин-мусульман пока не сообщается. Обычный тренировочный костюм вполне подходит, в том числе и для физкультуры. Для сестер Амани и Акифы это обычная тренировка. Однако большинство девушек-мусульманок избегает занятий спортом. Одна из причин – даже в такие моменты они должны носить хиджаб. Но этот предмет одежды имеет свойство сползать с головы при интенсивных движениях. Кроме того, платок часто скалывают булавками, которые могут нанести травму. Переворот в мире мусульманской моды сделала чемпионка по тайскому боксу мусульманского вероисповедания Руксана Бегум, которая живёт в Лондоне. Эти платки одного размера, поскольку сделаны из эластичного материала. Причём материя легко пропускает воздух. А значит, при физических нагрузках голова и шея потеть не будут. Девушка надеется, что благодаря новому хиджабу спортом смогут заниматься больше мусульманок. «Он позволит им чувствовать себя уверенно, в безопасности. И они смогут просто сосредоточиться на обучении, а не волноваться, вдруг киджаб сползёт с головы». Юные мусульманки, тренирующиеся у Руксаны, уже прочувствовали пользу. «Он даёт нам надежду на то, что мы можем добиться успехов. Он показывает нам, что мы свободны в этом желании». «Мать-сестёр мусульманок поддерживает увлечение спортом своих дочерей». «Думаю, любой вид спорта, особенно боевые искусства, воспитывают силу воли. Девочки становятся сильнее и физически, и психологически». При этом женщина считает, что и при занятиях спортом нельзя забывать о древних традициях. Спортивный хиджаб как раз помогает их соблюсти. По слухам, доходящим до нас сквозь санкционный занавес, в остальном мире растёт популярность розового вина, большую долю которого производят во французском Провансе. По этой причине во Франции создали целый исследовательский центр этого напитка, чтобы контролировать его качество и повышать его основные характеристики. Есть ли в России исследовательский центр русской водки, нам неизвестно. Зато совершенно очевидно, что экспертов по этой части у нас хоть отбавляй, или точнее отливай. Вскоре после восхода солнца рабочие спешат собрать урожай винограда. Из него будут делать розовое вино. Это винодельня «Шато-Барбероль» во французском регионе Прованс. Вся продукция здесь экологически чистая. Виноград собирают вручную. Подобных предприятий во Франции всё больше. Причина – растущий мировой спрос на розовое вино. Популярность на этот напиток возросла настолько, что во Франции даже открыли целый исследовательский центр розового вина. Его задача – контролировать качество напитка и по возможности его улучшить. Директор центра говорит, что его учреждение – единственное в своём роде в мире. Этот центр небольшой, но уникальный. Он был создан ответственными виноделами, которые верят в розовое вино, и которые почувствовали, что необходимо внести в этот напиток определённый вклад. Они сказали себе, что для того, чтобы вино развивалось и улучшалось, у него должен быть свой исследовательский и инновационный центр. Среди всех сортов вин розовое считается самым старым. Ещё древние греки и римляне использовали технологию прямого прессования, благодаря чему вино приобретало розовый оттенок. Виноградную кожицу отделяют от сжатого чёрного винограда достаточно быстро – через 1-3 дня. В результате дальнейшая обработка сусла происходит уже как для белого вина. «Розовое вино кажется очень уязвимым. И это действительно так. Производить его непросто. Необходима особая технология. Поэтому нужны исследования. Центр розового вина очень помог, особенно нашим дегустаторам». Продажи розового вина составляют 30% от общего объёма продаж вина во Франции. Не отходя от компьютеров, молодые исследователи с Туманного Альбиона установили – социальные сети могут быть опасными для здоровья подростков. Согласно результатам тщательных изысканий, длительное пребывание на таких сайтах, как Твиттер, Инстаграм или Фейсбук, может привести к депрессии, тревожному расстройству и бессоннице. Ни больше, ни меньше. Как и большинство британских тинейджеров, эти подростки из колледжа города Блэкберн проводят очень много времени в социальных сетях. Однако, согласно исследованию британского психологического общества, это может быть вредно для здоровья. Особенно, когда подростки допоздна засиживаются за компьютерами, обновляя свои страницы и загружая новые фотографии. «В наше время большинство людей пользуются социальными сетями. И очень легко слишком пристраститься к тому, чтобы постоянно публиковать обновления или ставить лайки на фотографии, отвечать людям, которые онлайн. Мы увидели, что пользование соцсетями – это одна из причин беспокойства, депрессии. Они хотят быть онлайн круглосуточно, и это влияет на качество сна». Впрочем, исследователи считают, что вредным может быть не только недостаток сна. Круглосуточное пользование соцсетями также приводит к психологическим расстройствам, таким как заниженная самооценка, депрессия и даже тревожный невроз. «Многие люди публикуют свои фотографии, а это легко может разрушить чью-то уверенность в себе». «Ты видишь публикации других людей, их жизни, сравниваешь со своей жизнью других людей. Возможно, у тебя жизнь не такая интересная и успешная, и это может привести к подавленности». В этом колледже пользоваться социальными сетями студентам не запрещают, но их учат делать это осознанно и ответственно. «Мы пытаемся привить молодым людям навыки самоконтроля, чтобы они понимали, когда нужно выйти из сети, как выполнить другие обязательства, и как сделать так, чтобы их жизнь не перешла полностью в виртуальное пространство». Исследователи советуют проводить меньше времени в социальных сетях. Решение простое, однако многим подросткам выполнить эту задачу может оказаться не так-то просто. В завершении нашего обзора о погоде в далеких странах. Я же Никита Власов с вами прощаюсь. Не навсегда, а всего лишь на неделю. От заграницы никуда не деться. Пока! В Сиднее плюс 13 облачно, в Кабуле плюс 23 малооблачно, в Лондоне плюс 16 пасмурно, в Гассене плюс 22 ясно, в Глазго плюс 9 дождь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова